На дорогах Дагестана за последние полгода в аварии попали более тысячи машин. Погибли сотни людей, в том числе дети. К решению проблемы высокой аварийности подключились не только сотрудники ГИБДД и общественные организации, но и коммерческие компании. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям республики, чтобы строго планировали маршрут ребенка, досуг ребенка. Дорога – это не место для игр. Однако в игры на дорогах играют не только дети, но и взрослые. Выезжая на полосу встречного движения, неумело и резко маневрируя машиной, водители нередко создают опасные для жизни ситуации. Духовенство республики призывает благоразумие всех автолюбителей. Не зря говорят, что эти правила писаны кровью пострадавших на дорогах. Поэтому ислам запрещает наносить хоть какой-либо вред окружающим людям, не говоря уже о кровопролитии и убийстве человека. К проблеме подключились и коммерческие организации. Так представители магазина «Легкие коляски» развесили в Махачкале около 30 рекламных плакатов. Баннеры напоминают верующим об ответственности за содеянное. Даже на нашем квартале рядом с магазином через день, иногда даже каждый день случаются аварии. Плюс то, что после карантина молодежь заряженная, уставшая сидеть дома, выезжала и гоняла по городу. Мы это часто замечали. Оттуда возникла мысль развесить по городу щиты и постараться донести до каждого человека, что обязанностью мусульманина является соблюдение правил дорожного движения. Призывы соблюдать правила дорожного движения имеют только одну цель – сохранить жизни людей. Каждый участник дорожного движения имеет право на жизнь. Самоуверенность и надменность приводят к гибели ни в чем не повинных людей. Если водитель или пешеход готов рисковать своей жизнью, то неужели не стоит подумать о жизни других людей?